Всем привет, с вами снова Кэт, и ты смотришь Fuzzle English. Давай сегодня поговорим о твоей, я уверена, любимой теме фразеологических глаголов. Кто не любит фразеологические глаголы? Никто. Давай возьмем один очень распространенный глагол get. Можно get along, get down, get up, get on, get across. Только не паникуй. Я вообще предлагаю фразеологические глаголы учить вот именно так. Берешь один и мусолишь его недельку. Ходишь, привыкаешь к значениям, смотришь разные примеры, запоминаешь разные примеры, придумаешь разные примеры. И когда вот это уложилось, уже берешь следующий. Потому что если брать скопом, то их, конечно, очень много, и это тяжело. Но, поверь мне, они оседают в итоге в голове. В моей же как-то осели каким-то образом. Начнем давай с get along with someone. Сразу, да, три предлога, аж два точнее. Это значит с кем-то ладить, да, иметь хорошие отношения. Например. Хорошее у тебя отношение с сестрой? Нет, вообще-то нет, мы не очень близки. Следующее берем. Берем сразу два похожих. Берем get up и get down. Разные значения, кстати. Get up в прямом смысле встать, да, например. Или встать с утра, проснуться с постели. Или get up вот со стула. Адам, get up. It's ten a.m. already. Адам, вставай уже десять часов утра. Или when do you usually get up? I get up at seven a.m. Когда ты обычно встаешь в семь утра. Есть еще get down. Ну, есть буквальное значение get down, присесть. А есть get down to something. Меняется сразу же значение. Get down to something означает что-то начать делать. Процесс какой-то начать. Например. We've got to get down to business people or we won't finish on time. Теперь, ребят, нам уже пора начинать вот что-то делать, двигаться, да. Иначе мы не закончим вовремя. Там из контекста будет понятно, о чем речь, если эта фраза так использовать. Еще есть get у нас buy. Get by означает выживать. Когда вот речь идет, может быть, о деньгах, о каких-то ресурсах. Когда ты справляешься с ситуацией. Вот ты зарабатываешь ровно столько, чтобы вот как бы на жизнь хватает. Вот get by это вот это. How can he get by on so little money? Как он может выживать на такое маленькое количество денег? Или I don't make much, but it's enough to get by. Я не очень много зарабатываю, но вот чтобы выжить, как-то вот чтобы держаться на поверхности хватает. Следующее. Get across. Get across это когда тебе нужно донести свою мысль, свою точку зрения, чтобы тебя поняли. I hope I got my point across to you. Я надеюсь, что я сумела донести свою точку зрения до тебя. Следующее. Get over something. Get over something. Два значения. Давай возьмем. Get over something или someone. Это пережить, отпустить ситуацию или человека. Если ты get over someone. Это, например, ты там расстался с кем-то. Get over someone. Это когда ты вот отпустил мысль этого человека. Или ситуация, может быть, допустим. Вот такой пример. Oh my god. This was two years ago. Get over it already. Да, то есть из контекста я говорю кому-то, слушай, ну капец, вот уже два года это назад было. Уже хорош переживать. Вот так можно перевести. Или вот про отношения. It took her forever to get over her ex. У нее заняло вечность, чтобы отпустить своего бывшего. Еще get over может иметь значение выздоравливать. Про болезни. Сейчас тут у нас коронавирус что-то разбушевался. Но мы не будем про него шутить. Черный юмор у нас в другой передаче. Провыздороветь можно вот так. Call me when you get over that nasty flow. Когда ты выздоровеешь от своего ужасного гриппа. Позвони мне. Дальше давай возьмем два глагола, потому что... Два предлога, точнее, потому что их можно... Их легче учить в связке. Get on и get off. Если мы берем буквальное значение get on и get off, речь идет о транспорте. Сесть на автобус, выйти из автобуса. Очень просто. Или поезд. Плейн, господи. Самолет. Вот так, да? То есть давай я тебе в одном примере покажу оба. Get on the bus number 15 and get off at the next stop. То есть тебе кто-то дает указание. Ты говоришь подружке, слушай, как тебе до тебя доехать? Она говорит, get on the bus number 15. Садись на 15-й автобус and get off at the next stop. И на следующей остановке выходи. Теперь, маленькая поправочка. Вот get on буквально, это значит входить, садиться на какой-то транспорт. А если get on with somebody, то это означает то же самое, что get along with. Британцы часто используют get on with somebody. Означает ладить с кем-то, иметь с кем-то хорошее отношение. А вот get on with something означает начать или продолжать что-то делать. То есть, например, вас могут спросить, да, сейчас такой вопрос. How are you getting on? Скорее всего, речь идет о том, что вы в середине какого-то процесса, вот вам дали задание, вы что-то делаете, пазл собираете, например. Ну, неважно, что там, любой процесс. И к вам подходит, спрашивает. How are you getting on? Означает, ну что, как идет? Как у вас там все? Нормально? Вот это означает. Или stop talking and get on with it. Хорош болтать, уже давай, пора за дело. Принимайся за дело. Вот так. Ну и напоследок, все мы знаем фразу, в фильмах ее часто используют. Get out of. Get out of. I need to get out of here. Мне пора отсюда убираться во своясе. Вот так можно перевести. Ну и вообще откуда-то выйти, достать. Вот в прямом смысле. Вот так можно перевести это словом get out of. Ну что ж, мне кажется, достаточно на сегодня глагола get. Учи со всеми предлогами, как я уже сказала. Предлагаю тебе постепенно освоить сначала один фразологический глагол, а потом переходить к следующему. И всем спасибо большое за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok